Вот такая унылая картина открывается взору входящего во двор дома, расположенного по адресу Гутикулова, 13. Ненастная погода обнажила все проблемы, имеющиеся здесь, и скрыла под водой большую часть территории двора. Эта гигантская лужа уже больше напоминает озеро, в котором утонула надежда жителей дома на то, что и на их обитаемом острове когда-либо наступит цивилизация. Эта преддомовая территория, судя по всему, не благоустраивалась уже не одно десятилетие. Ваш двор попал в эту программу, и все вот эти три дома и дворы будут благоустроены. Теперь есть проектные эскизы, как примерно архитекторы предлагают вам, как будет выглядеть ваш двор. Сегодня ваша задача сказать, это вот не так, это так, мы хотим детскую, мы хотим паркинг, мы хотим бельевую, мы хотим для бабушек лавочку, мы хотим свет, все. Еще пару месяцев и этот двор должен значительно преобразиться. Совсем скоро здесь начнутся работы по благоустройству. А пока жильцам дома было предложено утвердить представленный эскизный проект. Ведь именно собственники квартир по условию программы решают, необходимо ли сделать те или иные виды работ. Они могут определить, к примеру, где будут пешеходные дорожки, детские площадки, парковки и лавочки. Обсуждение проходило достаточно оживленно. Людей интересовало не только расположение различных конструкций в их дворе, но и то, какой плиткой будут покрыты тротуары. Они даже дискутировали о том, какие деревья будут посажены. Пирамидальные туи здесь совершенно не нужны. Они не для нашего двора. Посадите обыкновенные березы. Будут гораздо дешевле. Вас как зовут? Меня зовут Раиса Ивановна. Раиса Ивановна. В этом доме живу 30 лет. Я слушаю вас. Понимаете, в чем дело? Вот мы хотели, чтобы была масса людей, потому что Раисе Ивановне не нравится пирамидальные туи. Да, мне нравится. А вот кому-то нравится. А мне нравится, да. Вы посадите лучше на лишние две березы вместо этой кухни. Далее члены общественной комиссии отправились в соседний двор дома по адресу Гутякулова, 13А. Он также попал в перечень дворовых территорий, подвижащих капремонту. Здесь жильцы предложили увеличить парковочную зону для автомобилей. Давайте поговорить с жителями. Вы старше по дому. Я помню, вы приносили протокол, заполняли заявку. Если вы все-таки принимаете решение о том, что убирать забор, вы переносите забор в ближайшую неделю. Это деньги. Просьба, да. Просьба все-таки решить, определиться и скажите нам. Потому что надо менять смену. Понятно, что все дворы разные по своей территории. И предпочтения жильцов также не совпадают. Мамы с детьми хотят, чтобы была хорошая детская площадка. Автомобилисты заботятся о наличии достаточного количества парковочных мест и так далее. Впрочем, существенных нареканий у жильцов по представленным эскизам не возникло. Но в ходе разговора сыпались жалобы в адрес и управляющих компаний, и коммунальных служб города. Те три двора по улице Гутякулова, которые наша общественная комиссия городская приехала, они первые три двора из тех 11 городских дворовых территорий, которые попали в перечень программы партии «Единая Россия» в городе Черкесске. И вот надо сказать, что, наверное, они не случайно попали эти дворы в этот перечень, потому что, ну вот видно было сразу, что здесь власти давно не были. Люди возмущались и говорили, что около 30 лет в их двор, властные структуры на их двор не обращали внимания. И, конечно, понятно, озлобленность какая-то населения, когда мы, в общем-то, пришли по одному поводу, и мы говорим, что мы хотим сегодня поговорить о проблемах, связанных с благоустройством дворовых территорий, а люди высказывают какие-то другие свои очень важные и насущные для них проблемы. И в этой связи, конечно же, я считаю, что этот вчерашний разговор был очень важен. Ну, мало того, что мы все-таки определили, что мы делать будем во дворе, мы, жилищная комиссия, доложили о том, что тут есть проблемы и с канализацией, и с крышей этого дома, и с крышей подъезда, да и вообще достаточно много скопилось проблем. Я думаю, что наш жилищный инспектор будет разбираться с этим. Еще бы хотел я что добавить, что, конечно, нелицеприятный разговор был, конечно, пришлось как властям выслушать критику. Я думаю, это достаточно важно и нужно. И было бы неплохо, если бы все наши депутаты, вот, собственно говоря, чаще ездили к людям и чаще узнавали, чем сегодня живет простой горожанин. Впрочем, в благоустройстве нуждаются не только дворовые территории, но и подъездные пути к домам. Жителям микрорайона, особенно в такую дождливую погоду, приходится передвигаться осторожной поступью, для того, чтобы не угодить в какую-нибудь яму. В частности, по Гутякулову выяснилось, что если мы приведем в порядок эти все дворы, то вот у людей получится такая странная ситуация. В этом микрорайоне мы сделаем небольшой оазис, вот везде, в общем-то, там, сказать, сложная ситуация, а рядом будет не так хорошо и красиво. Поэтому я буду обращаться к мэру города Черкеска с просьбой, чтобы вот от этих многоэтажных домов сделали, в частности, асфальтовую тропинку к остановке и учли пожелания жителей, чтобы, допустим, не два мусорных контейнера, а три было, допустим, чтобы там клумбы были, где можно было цветы посадить. Люди просят сделать высокие бордюры, чтобы машины не ставили, где попало и как попало. Ну, в общем, будем учитывать мнение жителей. Еще раз повторяю, сама партийная программа говорит о том, что в первую очередь мы должны считаться с тем, что хотят жители дворов. Вернемся к благоустройству дворов. Региональным координатором проекта «Городская среда» в Карачао-Черкесии является депутат Государственной Думы Российской Федерации Расул Баташев. В минувшем месяце народный избранник также встретился с жильцами некоторых многоквартирных домов, в которых планируются ремонтные работы. Для того, чтобы узнать о предпочтениях граждан и выслушать их пожелания касаемо благоустройства дворов. После встреч с жителями депутат Государственной Думы провел рабочее совещание с представителями управляющих и ресурсоснабжающих компаний города. Собравшиеся обсудили все нюансы, касаемые реализации данного проекта. Расул Баташев высказал свое мнение о необходимости проведения всех ремонтных работ в комплексе. Он призвал присутствующих объединить усилия, чтобы не получилось так, что у людей будет красиво отремонтированный двор, но при этом холодные батареи зимой, протекающая кровля и так далее. Если у вас там по коммуникациям стоит в графике ремонт каких-то работ через полгода, ну можно же, наверное, его передвинуть где-то на полгода, чтобы потом не копать этот асфальт, который сейчас его проложат. Вот, сделают отметки, во дворе полностью наведут красоту, сделают ремонт, посадят деревья, а через какое-то время вам придется их выкапывать, чтобы посмотрели, есть ли есть там какие-то возможности дополнительные. Вот во всех этих дворах, где мы будем проводить ремонт, просьба изыскать возможность где-то передвинуть по графику, где-то, если есть дополнительные эти, идти навстречу, чтобы к этим домам не возвращаться, к этим дворам в ближайшие там 10 лет. На всех этапах реализации проекта будет осуществляться контроль не только государственный, муниципальный, но еще и общественный. В общественный совет партийного проекта «Городская среда» в городе Черкесске вошел координатор по организационным вопросам регионального отделения ОНФ Денис Труговцов. Общероссийский народный фронт во всех регионах нашей страны курирует благоустройство городских территорий. У нас создан центр общественного мониторинга по благоустройству городских территорий. Также мы курируем эту программу и в Карачаево-Черкесской республике. Суть заключается в том, что мы помогаем гражданам разобраться в этой программе, составить правильную заявку на благоустройство. Один из правильных способов – это правильная подача заявки на ремонт, на благоустройство городской территории. И потом в дальнейшем мы будем отслеживать, как эта программа выполняется. То есть это уже скоро, к отопительному сезону 2017 года, к осенью, будут сделаны в Черкесске 11, благоустроены 11 городских территорий. Надо отметить, что работа по благоустройству дворовых территорий в городе Черкесске довольно активно проводилась и в предыдущие годы. Всего за последние лет пять удалось отремонтировать около 80 дворов республиканской столицы. В прошлом году коррективы внес экономический кризис, и из-за отсутствия финансирования из федерального центра пришлось прекратить работу в данном направлении. Теперь же, благодаря партийному проекту «Единая Россия», есть возможность отремонтировать и остальные дворовые территории, которые нуждаются в благоустройстве. Ведь программа «Городская среда» рассчитана до 2022 года. И если в этом году в республиканской столице удастся реализовать проект на должном уровне, и жильцы останутся довольны, есть шансы получить денежные средства на ремонт дворовых территорий в будущем. Фатима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.